5 октября свой профессиональный праздник отмечают представители одной из самых важных профессий – учителя. О богатом опыте и современном подходе к учебному процессу рассказали педагоги поселка Красное. Подробности у Катрины Тайбарей. Здравствуйте! Так начинается рабочий день Михаила Красикова. Казалось бы, еще совсем недавно он был по ту сторону учительского стола. Сейчас же молодой педагог преподает учащимся Красновской школы физику и информатику. Появилась вакансия. Как раз я заканчивал четвертый курс, писал в выпускную квалификационную свою работу. Позвонил Владиславу Владимировичу Литкову, моему учителю, нашему директору Красновской школы. Он сказал, что приедешь в поселок, подойдешь ко мне, пообщаемся. И после нашей беседы он сказал, да, он принял меня на работу. И вот уже третий год я работаю в Красновской школе учительом физики и информатики. Благодаря учительскому авторитету своего школьного педагога, Михаил еще в старших классах точно для себя решил, что однажды станет его коллегой. Отучился в Российском государственном педагогическом университете имени Герцина и вернулся в родную школу, но уже в новой роли. Я считаю, что профессия учителя, она очень, во-первых, важна для общества в целом, да, профессия, профессия, она в последнее время очень востребована. Ты постоянно в движении, постоянно в общении, ты познаешь что-то новое, ты общаешься с учениками. Делиться опытами, знаниями с учениками, быть в курсе событий в жизни молодежи – то, что нужно для работы молодого специалиста. Но, тем не менее, есть и свои трудности в профессии педагога. Одна из них, наверное, это подход к ученику, да, то есть каждый учитель обязан найти подход к ученику. Не всегда сразу это получается, да, нужно увидеть ученика, нужно понять, какая направленность у этого ученика, его плюсы, минусы в целом. Наталья Соболева с опытом научилась справляться со всеми особенностями школьной жизни. Вот уже 48 лет она обучает красновских детей русскому языку и литературе. Еще будучи ученицей, Наталья Гавриловна проводила все свободное время в библиотеке, а после школы поступила в Российский государственный педагогический университет имени Герцена, в Институт народов Севера. Большая ответственность сейчас ложится в плане воспитания детей, ложится на учителей. Почему-то существует такое мнение, что если ребенок не воспитанный, что он чего-то не достиг, виновата школа. И это печально. Быть учителем – это большая ответственность, а также возможность внести свой вклад в становление личности человека. В первую очередь ты должен воспитать человека. А сейчас что вот идет у нас в принципе-то? Когда встречаешься, спрашивают, ну до чего вроде как, каких успехов именно по служебной карьере ты достиг. И очень часто говорят о росте служебном, а не о росте чисто человеческом. А вот как раз учителю дается возможность, чтобы человек именно рос в плане человеческом. Вот в этом, наверное, большой плюс. За долгие годы работы с детьми у Натальи Гавриловны накопился целый багаж веселых историй. А также учительница с теплом и уважением вспоминает о своих коллегах, которые находятся на заслуженном отдыхе. Школа все-таки у нас имеет такую историю давнюю. Вот недавно хочется, вот я думаю, что Анатолий Филиппович Беляев смотрит за эту передачу. Ему было 80 лет. Вот мне хочется ему, пусть запоздало, но поздравить его с 80-летием, пожелать ему всего хорошего, главное здоровья. Он для нашей школы сделал много, работал здесь много. И вот таких людей, Маргатый Луквинич, на Миненкова работал, Миненков Александр Тимофеевич, Пиневской Николай Андреевич. Много школы все-таки с таким большим стажем. И учителя здесь работают достойные, хорошие. Дети с теплом и уважением отзываются о своих школьных учителях, понимают всю сложность этой профессии. Учителя прикладывают очень много усилий, чтобы нас чему-то научить. Учитель, он очень хорошо умеет общаться с детьми и открывает потенциал в любом ребенке. Они подготавливают будущее поколение, будущие профессии, скажем так, будущих специалистов. Поэтому учитель – это очень важная профессия. Учитесь на учителей. Что же необходимо каждому учителю для успешной работы? Точно знает Наталья Гавриловна и желает этого своим коллегам. Мне хочется поздравить с предстоящим праздником, с Днем Учителя. Ну и, может быть, это традиционно, банально звучит. Побольше терпения. Побольше терпения. Побольше терпения. Телеканал «Север» также присоединяется к поздравлениям. Желаем педагогам Ненецкого округа способных учеников и понимающих родителей. Катерина Тейборей, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Спасибо. Спасибо.